Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Пятую больницу обвинили в антисанитарии и вымогательстве. Медперсонал с роликом категорически не согласен. Через два года в Раздольном откроется новая школа. Об этом глава Сочи рассказал на встрече с жителями села. В Сочи почтили память полицейских погибших на службе. Их имена впишут в специальную мемориальную книгу. Гонщики со всей страны вступили в борьбу за кубок Черного моря по картингу. Сегодня на старт вышли полторы сотни пилотов. Пятую сочинскую больницу обвинили в антисанитарии и вымогательстве со стороны медработников. Ролик снят организации «Альянс врачей» и опубликован в интернете на канале оппозиционера Алексея Навального. Его уже посмотрели больше ста тысяч человек. Так называемой профсоюзной проверке подверглась пятая городская больница в Дагомысе. Сам же медперсонал с роликом категорически не согласен. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Это кадры из того самого ролика, который снят неким профсоюзом «Альянс врачей». Руководитель организации Анастасия Васильева обвиняет больницу во всех грехах. Якобы тут антисанитария, у пациентов и их родни вымогают деньги, а лекарства больные врачи покупают за свой счет. Я получаю небольшие деньги. Неправда, неправда. Я все прекрасно права знаю. Мы все проверили и с больными поговорили, с которых вы деньги берете. Я все знаю. Молодцы. Я лежу в больнице номер 5, в поселке Доробыс. Жена платит за проживание здесь. Нахожусь в больнице. Питание безобразное. За меня платят деньги. Мы не видели ни фруктов, ни овощей. За все лето это Краснодарский край. Геннадий Кармелицын – хирург с 40-летним опытом работы. Сейчас исполняет обязанности главврача 5-й больницы и ответственно заявляет – это ложь. Проблем с лекарствами в больнице нет. Хватает и антибиотиков, и сильных обезболивающих для пациентов палеотивного отделения. У нас все есть. Экзаметазоны, гетаролаки, допамины. Это для поднятия. То есть сказано то, что у нас ничего нет. Это неправда. Работает и все медоборудование, закупленное на краевые деньги. Конечно, больница – не пятизвездочный отель. Кое-где требует ремонта стены. В палатах стандартная обстановка. Три койки, тумбочки, стол, есть вентилятор и телевизор. Его принесли родственники. А то, что показано в ролике, говорит главврач – настоящая провокация. Они обманным путем убирают со шкафов медикаменты, снимают, выкладывают это в ролики. Они обманным путем берут интервью у пациентов, тяжело больных пациентов, обманным путем. Говорят, вы дайте нам, мы тогда вас будем хорошо лечить. Дайте нам интервью, что вот в больнице ничего нет, с нас берут тут деньги и так далее. Виктор Потаев – тот самый, кто в ролике говорил, что его жена платит деньги за стационар. От этих слов сегодня открещивается. Говорит, ему просто заморочили голову. Врач у нас новенький, девушка молоденькая, имя, отчество молоденькая. Вам оплачиваете или нет? Я ей ответил, я не знаю. У меня жена этим занимается, я ж не двигаюсь. И всё. Ну, скажите, что, если что, жена платит. А если надо, она заплатит. Купит лекарства. Я ж не знаю, что нужно. Ну, так, чтобы вот за головой взяли. Платить, такого нету. У меня страховая медицина. Больше ничего. И я в таком состоянии, без сознания, можно сказать, был. Я просто даже не поняла, что у меня спрашивают. От своих слов, сказанных на камеру представителям альянса врачей, отказываются и другие герои видеоролика. С якобы недовольными пациентами пообщались позже сами медработники больницы. Я там не за деньги сказала. Я сказала, что сын даёт, говорит, мам, заказывай, что учишь. Я за всё заплатила. Вот и всё. Ну, а что вы заказываете? Я заказываю сало постоянно. Заказываю, ну, вот, когда это... Ну, самое любимое у вас сало, мы знаем. Сало. Ну, мне фруктов очень много приносило. Скажите, пожалуйста, к какими вопросами к вам подходили? Кто подходил? Что просили сказать? Мне подходила Юлия Константиновна, что вроде бы я давал этому, ну, заведующему деньги. Со слов пациентов, с вопросами к ним подходила врач палиативной помощи, работающая в этой больнице. Именно она, как считает главврач, и стала инициатором скандала. Причина проста – уязвлённое самолюбие. Когда людям делаешь какие-то замечания, то есть по работе, они ищут защиту в неформальных организациях. Они не обращаются в профсоюзные организации, они не обращаются в коллектив. Значит, и пытаются такими способами воздействовать на администрацию и весь коллектив больницы. Почему приходилось сделать замечания? Ну, у нас обычно смотрим лечение пациентов. Это нормальная работа любого медицинского учреждения. Провести консилиум, сделать какие-то замечания. Все воспринимают адекватно. То есть это чисто рабочая обстановка. Кто прав, кто виноват, решат правоохранительные органы. Этот вопрос на контроле и у Министерства здравоохранения Краснодарского края. Его сотрудники проводят собственную проверку. Ситуацию обсудят и на собрании сочинских медработников. Оно состоится в понедельник. Но отличить правду от оппозиционных фантазий сами сочинцы вполне способны и без расследований. Они же сами ходят в эти больницы и видят ситуацию своими глазами. В последние годы, кстати, жителям курорта крайне редко приходится ехать за медицинской помощью в Краснодар или Москву. Сложные операции и обследования уже могут провести сегодня в обычной городской больнице. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». Поддержка фермеров, увеличение экспортных поставок и развитие виноделия. О новых точках роста аграрного региона говорили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Глава федерального ведомства прилетел сегодня в Краснодарский край. Одной из тем общения стало увеличение поставок кубанского вина за рубеж. Сейчас продукция экспортируется в 17 стран мира. Однако, чтобы продавать вино за границей, необходимо пройти обязательную сертификацию. Специальная лаборатория есть только в Москве. Вениамин Кондратьев попросил главу Минсельхоза помочь в создании подобной организации в Краснодарском крае, так как Кубань является основным винодельческим регионом России. Дмитрий Патрушев идею поддержал и дал поручение проработать данный вопрос. В Сочи почтили память полицейских погибших при исполнении служебного долга. Священники с утра отслужили панихиду, а с родственниками погибших встретился глава города. Не случайно память полицейских погибших при исполнении долга чтут 8 ноября. По православному календарю это день памяти великомученика Дмитрия Солунского, одного из самых любимых на Руси святых воинов. Большая часть сотворенных им чудес связана с вмешательством в ход военных действий. Поэтому святой издревле и почитался как покровитель воинов. Поминальную молитву священники отслужили у памятника погибшим во времена Великой Отечественной войны сотрудника милиции. Но на этом мемориальном комплексе есть и новые имена сотрудников органов внутренних дел современной России. Очередная потеря произошла три года назад. Погиб сотрудник ОМОНа. Каждый из тех, чьи фамилии, увековеченные на этой стеле в минуту смертельной опасности, остался в верном присяге, проявил и стойкость, и мужество, говорят коллеги. Сотрудники погибли в различных ситуациях, в том числе вне ведомственной охраны, ранее входившей в состав МВД. Сотрудник при задержании особо опасного преступника, который был вооружен и отстреливался, преследовал его. Это Трунов погиб от пули бандита. Также сотрудники Кунов, Попов, они прибыли на место происшествия по ликвидации вооруженного бандита. Но он бывший сотрудник спецподразделения, который оказал также ожесточенное сопротивление. Они тоже погибли в бою. На поминальную панихиду пришли не только сослуживцы, но и родители, вдовы, дети погибших полицейских. После молебна и возложения цветов они отправились в мэрию. Здесь с семьями встретился глава Сочи Алексей Копайгородский. Забота о семьях погибших сотрудников внутренних дел – это не просто обязанность государства и власти. Это наша прямая обязанность и святой долг. Все наши исторические битвы, они всегда были на чьих-то жертвах. Но эти жертвы никогда в жизни просто так не погибали. Они оставались всегда в памяти, в сердцах, в наших умах и в нашей семье, в большой нашей стране под названием «Сильная Россия». Спасибо вам огромное. И вот сегодня в спокойном режиме мы послушаем каждого, вникнем в проблемы каждого. Свои проблемы и нужды сегодня озвучил каждый. Помощь родным погибших полицейским будет оказана в части жилья, учебы, отдыха, денежных выплат. Под патронажем УВД и администрации города сегодня более двух десятков семей. Одна из них – семья Яровых. Супруг Елены, оперуполномоченный УВД, погиб в 2010 году. Сыновьям тогда было по четыре года. Если бы у меня была вторая жизнь и спросили бы, «Ален, ты как бы ее прожила?» Я бы выбрала этот путь с этим человеком, с этим мужчиной. Это был достойный человек. Огромная благодарность ему за то, что он в моей жизни был. Это очень тяжело и больно, но мы все-таки сохраняем силы и терпение, растем, идем вперед. Нас не забывают ни на праздники. Нам всегда прозванивают сотрудники. Огромное спасибо администрации и управлению. Нам не нужно что-то, нужно какого-то грандиозного. Просто внимание, звонок и знать, что мы кому-то тоже дороги. Это очень приятно. Сегодня же на встрече было принято решение создать в Сочи книгу памяти о полицейских погибших при исполнении долга. От родственников ждут лишь автобиографию и фото. Но самое главное заметили вдовы, чтобы в этой книге появлялось как можно меньше новых глав и страниц. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Развитие социальной инфраструктуры стало главной темой встречи главы города Алексея Капайгородского с жителями Раздольского сельского округа. Перед тем, как поучаствовать в сходе граждан, мэр осмотрел новый жилой микрорайон, который активно возводится в этой части курорта. Какие перемены ждут живущих там людей, узнаем мы из следующего материала. Перед Олимпиадой здесь РЖД было поручено построить жилой фонд для волонтеров. Узнав историю возникновения этого микрорайона, глава города сразу переходит к рабочим вопросам. Что нужно людям для комфортной жизни? Транспортную логистику необходимо выстраивать в первую очередь, замечает мэр. Как оказалось, инвестор совместно с районной администрацией уже ищет решения. Их несколько. Вот это вот дома, вы видите, гаражные кооперативы, это верх Макаренко, Вишневая, уже центральный район. То есть можно соединить ее раз, это минимальные последствия. А вот истакаду мы видим, это идеальный сценарий, они тоже его рассматривают, именно инвестор, чтобы он построил примыкание. Алексей Капайгородский напоминает подчиненным об автобусных остановках. Нужно составить и удобный транспортный маршрут. Не остался в стороне и вопрос коммунальных сетей. В селе Раздольное уже давно существует проблема с водоснабжением и канализацией. Водоканали пообещали решить их в ближайшем будущем, но обратили внимание на проблему. На данном этапе этот вопрос прорабатывается. До четкого заключения, хватит или не хватит, не представляется возможно, так мы не понимаем объемы, которые у нас будут в потенциале. Новый микрорайон будет крупным, отмечают собравшиеся, а значит нужна полноценная социальная инфраструктура соответствующего масштаба. Муниципалитет уже зарезервировал участок под строительство новых образовательных учреждений, а инвестор готов их построить, заявила руководитель городского управления образования Ольга Медведева. Школа на 275 мест и детский сад на 80 мест – это максимальная возможность посадки. Недостаточно проектной мощности для этого объема. Этого недостаточно. Одна школа не лишняя, но этого не просто недостаточно, этого крайне недостаточно. Школу планируют построить к 2022 году, но уже сейчас городоначальник поручил департаменту архитектуры найти еще один участок земли по соседству с микрорайоном, где можно будет возвести аналогичное заведение на 1200 мест, а также два детских сада. Мы делаем быстро оперативную группу, чтобы уже сегодня понимать и убедить, и довести до инвестора, потому что такое количество малых мест для наших детей, оно крайне недостаточно на всю эту комплексную застройку. О бытовых проблемах сельчан говорили и с одним из старейших жителей микрорайона. Свой 90-й день рождения Дмитрий Лихацкий встречает в бодром расположении духа. Поздравляя ветерана, Алексей Копайгородский отметил, что жизненный путь такого человека – это ценный опыт для молодого поколения. Который нужно передавать. Наши дети, они всегда понимали, через что вам пришлось пройти, через какие трудности, через какой жизненный серьезный путь пришлось пройти. И самое главное, чтобы они знали цену свободы, чтобы они понимали, что мир на небо благодаря таким людям, как вы, благодаря той системе, тем вашим товарищам, которые всегда были рядом с вами. Для нас это очень важно и ценно. Диалог с мэром развернулся и на сходе жителей микрорайона. Люди рассказали главе города о своих проблемах. Простые решали сразу на месте. Сложные вошли в перечень для рассмотрения в ближайшее время. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 9 ноября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 20, 22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 18. В Кавказском заповеднике завершается туристический сезон. 11 ноября летние эколого-туристические маршруты закрываются до лета. В связи с выпадением снега на горных перевалах маршруты становятся небезопасны. Туристы, планирующие в ближайшие дни походы в заповедник, должны так рассчитать время, чтобы успеть вернуться до 11 ноября. Летний туристический сезон на большинстве маршрутов Кавказского заповедника стартует в середине июня. Традиционно в распоряжении туристов есть приблизительно 5 месяцев, так как в горах снег тает в начале лета, а ложится уже в начале ноября. Этот год не стал исключением. Что касается статистики посещения маршрутов, то по предварительным данным она осталась на уровне прошлого года. Тогда заповедник посетили более 250 тысяч человек. В Амеретинской низменности появилась эвкалиптовая роща. Инициаторами высадки ста деревьев стали депутаты городского собрания Сочи. Колышки вбили. Вот оно теперь уже никуда. И сильно туго тоже не надо. Оно же начнет расти. А расти на этой территории орнитологического парка в Амеретинской низменности теперь будут 100 новых эвкалиптов. Саженцы были приобретены в местном питомнике. Их вырастили уже с расчетом на холода, чтобы не допустить гибели деревьев, как это было раньше. Эвкалипты, они осушают территорию. Раньше люди высаживались, чтобы осушать именно в том числе и в Адлере. Но в определенный момент истории, когда были заморозки, эвкалипты погибли, мы решили для себя, что нужно потихоньку восполнять утраченное. Тем более эвкалипты, они полезны и для здоровья. Не только они полезны просто для местности, но и для здоровья людей. С этой же целью саженцы эвкалипта высажены у 4-й краевой больницы и на других участках Адлерского района. В прошлом году силами депутатов городского собрания Сочи уже была высажена первая сотня эвкалиптов. Акцию тогда приурочили к столетию комсомола. К сожалению, часть деревьев не выдержала летнего зноя, поэтому решили в этом году акцию повторить. Инициатор – депутат городского собрания Сочи Иван Савин. Об эвкалиптах он знает все и готов говорить о них часами. А главное, сам выращивает морозостойкие саженцы в собственных теплицах. В прошлогодние я сам выращивал семена. Мы высаживали на многих местах, еще есть в спортивных школах. Мы в школах отдавали саженцы. То есть по городу, там, где была возможность и нужно было высадить эти саженцы, мы поддержим это. Сейчас у меня в питомнике небольшая коллекция, но есть. И к следующему году они будут готовы к посадке тоже. Найдем, может быть, какую-то школу, может, детский сад. Но, к сожалению, такой печальный опыт есть. Если мы высаживаем на общественных пространствах, за которыми нет уходных работ, у нас люди тоже очень любят деревья и, к сожалению, пропадает много. Эти эвкалипты точно не пропадут. За ними будут присматривать и ухаживать сотрудники орнитологического парка. Следить за тем, как растут деревья, будут и те, кто их сегодня посадил. Молодые эвкалипты растут быстро, а через пять лет они будут уже высотой 12 метров, почти с четырехэтажный дом. В Сочи пройдут краевые соревнования по практической стрельбе из пистолета. Спортсмены разыграют кубок главы города. Сочи в 2021 году примет чемпионат мира по этому виду спорта. Практическая стрельба не требует суперспособностей. Это увлечение, доступное любому возрасту и полу. В олимпийских видах спорта после 30 лет у спортсмена практически нет шансов на продолжение карьеры. А здесь стрелок может всю жизнь принимать участие в соревнованиях и быть первым в своем классе. В Сочи краевой турнир пройдет 9 и 10 ноября на базе спортивно-стрелкового клуба «Блэк Рок» на улице Гагарина. О своем участии уже заявили полсотни спортсменов. Это впервые проводится у нас. Я так понимаю, эти соревнования будут у нас начальным этапом в части подготовки открытия нового отделения в какой-то из наших школ по практической стрельбе. В России Федерация практической стрельбы насчитывает более 50 тысяч человек. Сейчас подается заявка на признание данного вида олимпийским видом спорта. Россия впереди планеты всей. Так что вот развиваемся. И сейчас город Сочи тоже не отстает. Я думаю, займет одно из лидирующих положений в крае по данному виду спорта. Одно из основных отличий практической стрельбы от других видов стрелкового спорта – это разнообразие упражнений. Матч состоит из девяти. Для каждого готовят новую мишенную обстановку, новый набор препятствий и условий выполнения. В сочинских селах пройдет воркаут-фестиваль. Его проведут сразу в пяти сельских округах города с 9 по 17 ноября. Первые соревнования пройдут в ауле Большой Кичмай уже завтра в 12.00. Затем 10 ноября в селе Волковка, 16 в селе Пластунка, 17 ноября фестиваль пройдет в Нижней Шиловке и Иларионовке. В программе фестиваля соревновательная часть в дисциплине воркаут – показательные выступления лучших воркаут-атлетов. Также пройдут мастер-классы по айки-до, капоэри, брейк-дансу, скиппингу, спортивным танцам, а еще по сценическому мастерству и регби, а также соревнования по арм-рестлингу. Зрители также ждут флэш-мобы и огненное шоу. Вход на мероприятия свободный. Гонщики со всей страны вступили в борьбу за Кубок Черного моря по картингу. Это гонки на небольших малолитражных автомобилях без кузова. Первый этап турнира стартовал в Сочи сегодня, а на старт вышли более полутора сотен пилотов. В том числе и сочинские картингисты. От шума мотора закладывает уши в воздухе стойкий запах бензина. Гонки еще не начались, а на сочинском картодроме уже громко. Механики готовят автомобили. Для них соревнования начинаются еще до выезда картов на старт. От подготовки машины зависит многое, в том числе, насколько удачно она настроена под конкретную трассу. В боксах работа кипит с самого утра. Машины команды Таганрога уже готовы мчаться за Кубком Черного моря. На соревнования в Сочи приехали более 150 пилотов со всей страны. Самым младшим гонщикам 6 лет, а скорости они разбивают совсем не детские. Более 100 километров в час. Вообще, сочинский картодром считается одним из самых скоростных, а главное – безопасных. Все атрибутики, которые способствуют безопасности, у нас все есть. Поэтому люди сюда и тянутся. Знают, что здесь безопасно. Ну и, естественно, тепло. В Сочи любят наши спортсмены. Уже много лет. Алексей Дядя – тренер. Это сегодня. А в прошлом – картингист, чемпион России. Свою карьеру начинал здесь, на сочинском картодроме. Когда ездил я, мы без груды металла собирали какие-то долгие месяцы технику. Момент запуска двигателя и возможность проехать для нас – это был каким-то невероятным праздником. И если техника работала, тренировку или даже две, и тем более гонку, это была уже большая победа. Сегодня картингом увлекается уже и шестилетний сын Алексей Родион. Но вот только тренируется и соревнуется совсем на другой машине. Я гоняю на ней с трех лет. Класс – микро, машина – быстрая. Сегодня в Сочи стартовал первый этап соревнований по картингу. Пилоты в разных гоночных классах только вступили в борьбу за очки. Среди них и 12 сочинцев. Второй этап гоночной серии пройдет здесь же в декабре. Финальный запланирован на январь. Тогда и будет назван обладатель главной награды престижного турнира – Кубка Черного моря. Инга Габешия, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.